Уважаемые товарищи, традиционное совещание с участием членов правительства и губернаторов. Нам предстоит рассмотреть несколько важных вопросов в сферах экономики и социальной политики. Как мы всегда говорим, Беларусь государство для народа, поэтому все решения должны приниматься в интересах людей. И одной из наших приоритетных задач было и остается обеспечение граждан жильем. Собственная крыша над головой важна для любого человека, особенно для молодой семьи. Это ее уверенность в завтрашнем дне. Мы постоянно совершенствуем подходы к представлению государственной поддержки при улучшении жилищных условий, в первую очередь в сельской местности. Ну и мы очень много говорили в последнее время о корректировке нашей жилищной политики. Мы говорили о том, что приоритетом у нас было и остается обеспечение жильем многодетных семей, военнослужащих и так далее. Поэтому на нашей встрече вопрос номер один – упрощение процедур строительства и кредитования жилья. Было поручено правительству комплексно подойти к улучшению законодательства в этой области. К сожалению, статистика по вводу жилья второй год подряд отрицательная. В чем вопрос? В отчетах аналитику одна из первых причин оттока кадров из небольших населенных пунктов отсутствия возможности приобрести собственное жилье. Или хотя бы заселиться в организованное, комфортное и благоустроенное арендное жилье. Сегодня следует придать новый импульс жилищному строительству на селе, в том числе индивидуальных домов, строительству предприятиями арендного жилья для своих работников. Правительству предложен целый комплекс инноваций от упрощения подключения к инженерной инфраструктуре индивидуальных домов до расширения финансовой поддержки молодым семьям до 31 года. Все инновации рассмотрены экспертным советом, в том числе с этой республики, в Комитете госконтроля, администрации президента, однако, как мне известно, общего согласия по документам не достигнуто. Например, неясно, для чего обязывает застройщика применять проектную документацию при возведении индивидуальных домов на селе, если от этого мы уже отказались год тому назад. Поэтому мы сегодня обсудим рациональность каждого изменения, чтобы людям, у которых эти новшества касаются напрямую, было предельно понятно, как будет решаться инжиничный вопрос. Профильного министра попрошу доложить по этому вопросу. Действительно ли все предлагаемые меры упрощают процедуры строительства, чтобы не получилась видимость места решения вопроса? Позволит ли обновленное законодательство развернуть жилищное строительство? Как в этих процедурах задействованы банковский сектор? Будет ли у запланированной поддержки достаточное финансирование? И, как вы помните, все нормы должны быть изложены простым человеческим языком, без бюрократического нагромождения и изменений в десятках указов. Жилищная политика, дебюрократизация в жилищных процессах – это вопрос первый. Второй вопрос – совершенствование транспортной инфраструктуры. Более года назад ко мне обратился инвестор с предложением о создании единого национального оператора. Предлагалось объединить под его крылом все имеющиеся в стране интеллектуальные транспортные системы, платные дороги, парковочную систему, весогабаритный контроль и систему фотофиксации нарушений. Было поручено подробнейшим образом проработать эту тему в правительстве. Разумеется, исключительно в государственных интересах. Но, по крайней мере, чтобы было лучше, чем сейчас. И это выражалось в финансах. Поскольку, если уж проводить цифровую трансформацию транспортной инфраструктуры, то самым передовым и удобным для людей способом. Например, всем известно, что в плане парковок у нас полный хаос. Особенно в столице. В самом населенном нашем городе Минске немало любителей затолкать свою машину куда угодно. Даже при наличии платных зон, размещенных по всему центру, есть такие граждане, которые автомобиль там поставят, но не заплатят. То есть платежной дисциплины нет и предложений по ее установлению тоже нет. А недавно, Наталья Ивановна, вы так бойко и притко провели заседание городсполкома и рассмотрели все проблемные вопросы. Оказывается, элементарно, не решаем, как когда-то мы с вами обсуждали вопрос рекламы там и прочего. Так не пойдет. Похожая ситуация с соблюдением весовых ограничений на дорогах. Контролеры ежегодно выявляют десятки тысяч нарушений. А ведь это сохранность наших дорог, которые тяжеловесный транспорт попросту разрушает. Поэтому главный вопрос таков. Действительно ли единый национальный оператор укрепит дорожную общественную безопасность, а также сможет повысить финансовую технологическую дисциплину? Если да, то какой объем инвестиций потребуется для реализации проекта? Каковы сроки окупаемости? Просчитаны ли будущие поступления в бюджет? Ну и где возьмем деньги? Пока я вижу, что четкого ясного ответа на поставленные вопросы нет. Поэтому прошу доложить, какие выгоды несет стране предлагаемая консолидация систем? Насколько достоверны прогнозируемые инвесторам экономические эффекты? Или в его бизнес-плане главный фактор роста – это повышение тарифов? Жду пояснений, за счет чего можно добиться экономии бюджетных средств, о которых инвестор заявляет. Следующий, третий вопрос касается сельского хозяйства. Мы постоянно вкладываем в агропромышленный сектор колоссальные силы и средства. Недавно запустили очередной виток модернизации. Получили положительную динамику в животноводстве. В этом году производство молока увеличили на 6,5%, скота, птицы – почти на 4,5%. Однако за этими цифрами стоит пугающее количество павшего поголовья. Поэтому сегодня вопрос выбраковки крупного рогатого скота вынесен на самый высокий уровень. Комитет госконтроля докладывает почти повсеместно основное выбытие из-за болезни. Только за полугодие погибло 70 тысяч годов. Среди них телят от рождения до полугода более половины, почти 40 тысяч. Это вопиющее бесхозяйственность. Если когда-то у мужика в деревне погибала корова, это было трагедией вселенского масштаба. Сейчас почему-то привыкли прятаться за нормативами и стандартами. Жуть! Какие-то еще нормативы, особенно в Могилевской области, я слышу, попадежу скота. Какие нормативы? Вы что? Должен быть только один понятный стандарт – здоровое животное, которое содержится в хороших условиях. И тогда не будет выбытия ни нормативного, ни сверхнормативного. Министр детально доложит по этому вопросу. И в том числе комплектование наших молочно-товарных комплексов, которых мы построили немало. А если укомплектовали, кого мы там доим? Если корову, то почему с козьиму доим? Четвертый вопрос. Об осуществлении ремесленной деятельности. В текущем году принят обновленный закон по вопросам предпринимательской деятельности, из которого следует, что ремесленники становятся частью предпринимательского общества. По предложению правительства, с 1 октября этого года можно стать ремесленником исключительно по установленному перечню видов деятельности. Этот перечень должен быть в ближайшее время определен правительством, если не определен. До принятия решения о подписании указа я хотел бы услышать ответы на следующие вопросы. Какие изменения предлагаются? Чем обусловлен этот выбор? И обсуждались ли эти изменения с населением? До конца года не только я, но все население должно четко понимать, какие виды деятельности с 1 января будущего года будут законны. И надо обратить внимание, не создаст ли предлагаемое реформирование предпосылки для перехода части ремесленников направления деятельности, которые выпадут из перечня в теневой сектор. Не потеряем ли мы какое-то редкое ремесло? Особенно, что касается культурного наследия Беларуси.